В России не утихают споры по поводу использования энергосберегающих ламп. И приверженцы, и противники не могут отрицать одного факта. Нужно быть осторожным с их утилизацией. Значок на упаковке предупреждает, выбрасывать лампочку в мусорный бак нельзя. Она содержит ртуть, вещество первого класса опасности. Однако придерживаются этого правила далеко не все потребители. Этот шкаф для сбора ртуть содержащих отходов, установленный в здании расчетного центра одной из управляющих компаний города, не пустует практически никогда. Правда, на момент нашего визита ламп в нем было немного. Тем не менее, по словам сотрудников, отработанные источники света в специальных контейнерах вывозятся отсюда ежедневно. Количество тех, кто заботится о состоянии окружающей среды, пока невелико. Но управляющая компания ведет активную пропаганду и надеется, что скоро четинцы привыкнут к тому, что лампы должны утилизироваться в специальных местах. Управляющая компания в первую очередь должна создать для жителей условия, чтобы жители могли воспользоваться установленным порядком утилизации ламп. Ну и, конечно, какой-то объем разъяснительной работы. Последнее время я наблюдаю в городе ее довольно много и надеюсь, что со временем каждая лампочка будет обезвреживаться. Пунктами приема ртуть содержащих отходов оснащены пока только две из почти 60 управляющих компаний города. Хотя постановление мэра Читы об утилизации отработанных ртутных ламп действует с июля 2011 года. Проблема-то основная, это, конечно же, финансовая сторона, потому что если существует договор, соответственно, существует оплата. Естественно, в плате за жилые помещения эти средства не учтены. Поэтому, тем не менее, мы с управляющими компаниями работаем. Санкции пока не применялись, потому что, говорю, не определена еще финансовая составляющая. Поэтому мы, так скажем, находим общий язык в связи с этим. Но далее будем работать в этом направлении. Утилизация одной ртуть содержащей лампы стоит 15 рублей в соответствии с прескурантом единственного предприятия в Забайкалье, имеющего лицензию на этот вид деятельности. В фонде объектов и имущества гражданской обороны Забайкальского края с 2010 года утилизировали на специальном оборудовании более 250 тысяч ламп. Правда, все это отходы промышленных организаций. От управляющих компаний города принято пока только 300 штук. Но здесь и готовы к сотрудничеству. Любое юрлицо может прийти, написать нам заявку, заключить с нами договор, счет оплатить и сдать эти ртуть содержащие отходы. С физическими лицами мы не работаем. В соответствии с технологией, в этой машине под высоким давлением лампы разрушаются, ртуть испаряется и конденсируется. Затем ее собирают в контейнеры и сдают в специализированные организации. Стекло утилизируют на полигоне бытовых отходов. Это в идеале. Пока же читинцы выбрасывают энергосберегающие лампы в обычные мусорные контейнеры. Не думая, какую опасность это в себе таит, ртуть копится в воздухе. А ее большая концентрация, как известно, может вызывать серьезные отравления, поражать нервную систему, печень, почки и легкие. Светлана Лисичникова, Сергей Миртов. Время новостей.